Добрый день, уважаемые коллеги! Мы все знаем во всех исследованиях, это препараты, которые назначаются постоянно, пока есть эффект и нет нежелательных явлений. И, к сожалению, очень мало данных, это отрывистые какие-то сообщения, наблюдения, несистематически анализируемая информация о том, что у кого-то по каким-то причинам удавалось прекратить терапию и действительно сохранялся эффект. Если же говорить про иммунотерапию, то мы все знаем, что у иммунотерапии основное действующее вещество это сама иммунная система пациента. Это надо помнить. То есть пациент, получающий задачу иммунотерапии настроить на борьбу свою иммунную систему. На это требуется время, но у нас есть иммунологическая память. И это все приводит к тому, что эффекты, которые развиваются, они действительно могут быть длительными на фоне иммунотерапии. Собственно говоря, мы и хотим так настроить иммунную систему, чтобы она обеспечивала длительный контроль над заболеванием. И именно в этом может и проявляться излечение на фоне иммунотерапии. То есть когда иммунная система сама контролирует длительно, без всякой дополнительной поддержки, помощь. Можно ли это сделать на фоне ограниченного воздействия? И я хотел бы обратить внимание на достаточно старые истории, но которые нам говорят о том, что очень короткое иммунологическое воздействие может быть эффективно в некоторых ситуациях. Давайте вспомним, высокие дозы интерлекина-2, да, они были стандартом, они сейчас остаются в рекомендациях НССН, они эффективны у где-то 10% пациентов. Но это всего лишь 2 цикла по 5 введений препарата. В общем, 8 недель лечения всего лишь. И этого может быть достаточно для того, чтобы у пациентов с полным или частичным регрессом не было прогрессирования в течение десятков лет. Ипильмумаб – это 4 введения, занимающие 12 недель. И этого может быть достаточно для того, чтобы пациенты не прогрессировали. Опять-таки, мы на сегодняшний день уже имеем 5-10 летние результаты. Пациенты не прогрессируют, опять-таки, перешедшие отметку в 3 года. Другой вариант иммунотерапии – это тилы. Они начинались в меланоме. Да, сейчас эта технология развилась в карте лимфоцита, они ушли в гематологию. Но, тем не менее, тилы начинались в меланоме. Здесь исследование Стива Розенберга, который был пионером и в высоких дозах интерлекина-2, и в этой технологии. Посмотрите, тилы – это однократное введение опухоли-инфитрирующих лимфоцитов. Плюс-минус поддерживающая терапия, которая может длиться неделю до и где-то неделю-две после. То есть, на таком коротком этапе мы опять-таки видим здесь наблюдение до 5 лет результата. То есть, этого эффекта достаточно для сохранения долгого эффекта. Что получается на антипедиадин-терапии, которую, собственно говоря, мы и обсуждаем. Потому что именно это лечение на сегодняшний день может продолжаться либо относительно долго, либо может быть завершено. Здесь вот результаты одного из первых исследований – это Checkmate 004, где пациенты получали неволюмап по поводу метастатической меланомы. Это не третья фаза, это вторая еще фаза исследования. Что оказалось, что пациенты, которые завершили лечение по поводу максимального ответа, что увидим на верхнем графике, у них достаточно длительное лечение, высокая длительность ответа и без лечения. Вот зеленая часть графика – это пациенты без лечения и без прогрессирования. Если они остановили лечение по поводу токсичности, мы видим почти то же самое. Длительность лечения короче, потому что остановка из-за токсичности, но результат практически тот же самый. И безусловно, если лечение было остановлено из-за прогрессирования, здесь уже длительность эффекта совершенно другая. Было сделано исследование, которое пыталось понять, а вообще сколько введений комбинированной иммунотерапии нам надо. Потому что это токсичное лечение, можем ли мы ограничиться меньшим количеством введений агрессивной иммунотерапии с следующим переходом на поддерживающие лечения, или нам надо еще все полностью четыре введения, как было задумано изначально. И вот результаты такого исследования были представлены НАСКО в прошлом году. Пациенты при первой линии метастатической меланомы получали сначала два цикла комбинированной иммунотерапии. И уже через шесть недель, то есть на половине срока, когда мы обычно оцениваем эффект, проводилась оценка эффекта. Если увеличение размеров опухоли составляло менее 4% от исходного, то пациенты сразу переводились на терапию неволюмава. Во всех остальных случаях, то есть это 32% пациентов, они продолжали еще два цикла. Что оказалось? Что у этих пациентов, которые получили 4 цикла, у них не было ни дополнительных эффектов, ни объективного ответа на лечение. То есть добавлять в таких ситуациях еще два цикла было просто неэффективно. Что же касается иммунологических обследований, то оказалось, что ключевую роль делает первое введение. Потому что именно после первого введения увеличилось количество прориферирующих клонов токсических лимфоцитов, которые обеспечивают эффекты противоопухолевого иммунного ответа. И оно уже дальше не изменялось после второго введения. То есть на шестой неделе уровень сохранялся тем же, но с некоторой тенденцией, возможно, даже к снижению. Хотя это статистически уже незначимая разница была. То же касалось активированных аэкосположительных CD8 клеток. Таким образом, основной иммунологический эффект давало одно введение. Закономерно спросите, а нужно ли нам два введения после этого исследования? Но для этого этот вопрос задали практически сразу и проанализировали результаты реальной клинической практики, где пациенты получали комбинированную иммунотерапию. И вот оказалось, что один цикл и два цикла комбинированной иммунотерапии все-таки имеют значимость. В однофакторном и многофакторном анализе именно этот фактор был важным в определении общей выживаемости пациентов. К сожалению, одного пациента, получивший один цикл, по любой причине этого было недостаточно. Все-таки у пациентов, получивших два и более цикла, результаты были гораздо лучше. Ну и давайте посмотрим, к чему привело такое мнение. Надо сказать, что во всех исследованиях регистрационных уже изначально поднимались сразу самими исследователями вопрос, можно ли прекращать лечение при достижении полных регрессов. И уже начиная с исследований КИНОТ-001 были введены поправки. Они разрешали пациентам, которые получили не менее 6 месяцев лечения, у которых достигнут полный регресс, завершать лечение. Соответственно, такие разговоры и беседы велись с пациентами. И в исследовании КИНОТ-01 91 пациент завершил лечение без токсичности и без прогрессирования. В среднем они получили 6 месяцев лечения. При наблюдении 5-летним после этого лишь у 10% наблюдался рецидив. Эти 10% получали в дальнейшем иммунотерапию. Эффективность иммунотерапии составила 56%. То есть частота клинического эффекта у этих пациентов была выше, чем в среднем при начальном назначении. Другой исследователь КИНОТ-006. 109 пациентов завершило из всего исследования терапию без прогрессирования и без токсичности. В среднем они получали 2 года лечения, потому что это было принудительное завершение лечения по окончании 2-х лет терапии. Собственно говоря, что тоже служило поводом для возобновления лечения. 20 месяцев наблюдения, то есть еще практически второй срок исследования. 14% доли рецидива, клинический эффект при реиндукции 88%. Это очень высокие цифры эффективности. Чикмейт-67. Комбинированная иммунотерапия. Преждевременно завершила 75 человек. В среднем они получили 7 месяцев лечения. 5 лет наблюдения. Не было рецидивов. То есть в этой группе вообще не было рецидивов. Это говорит по сути о том, что возможно мы и излечили этих пациентов. Это же все-таки 5-летние результаты. Ну и безусловно, реальная клиническая практика все-таки это нерафинированные данные с клинических исследований. И было опубликовано совсем недавно несколько результатов таких обследований, анализов, которые анализировали пациентов, получавших иммунотерапию или комбинированную иммунотерапию после завершения лечения. И учитывали время до прогрессирования этих пациентов. Если мы посмотрим, ответ на лечение не имел особой статистической разницы между разными вариантами ответа, по какой причине пациента, с каким ответом пациента завершили лечение. Тем не менее, зеленая кривая – это пациенты с полным регрессом. У них она наиболее высокая и она значительно выделяется на этом графике. Хотя, еще раз повторю, статистически значимой разницы нет, но не такие большие группы наблюдения. Что касается длительности лечения, то в общей группе она в принципе различий не имела. Однако, обращать на себя внимание, синяя кривая – это пациенты, получившие менее 6 месяцев лечения. И вот если мы выделим группу пациентов, проанализируем, у которых был достигнут полный регресс, то вот для этих пациентов 6 месяцев оказалось значимым. Это действительно статистически значимый результат. Быстро терялся эффект. Он быстро достигался, но недостаточно было менее 6 месяцев терапии. Что касается эффективности повторного назначения терапии в этом же самом исследовании. У пациентов, у которых был достигнут полный регресс, эффективность составила 44%. У пациентов с частичным регрессом 50%. Что интересно, что у пациентов со стабилизацией процесса, то есть у которых объективный ответ был 0, у четверти был достигнут объективный ответ после возобновления лечения. Хотя половина из них запрогрессировала. Ну и пациентов, у которых не было оцениваемого заболевания, их было очень мало, у них у всех было прогрессирование, но никто не получал повторного лечения. Поэтому мы не знаем, какая у них на самом деле эффективность при повторном назначении. Таким образом мы можем сказать, что при повторном назначении мы ожидаем достаточно высокие показатели эффекта терапии. Какие факторы могут быть отнесены к прогнозу рецидива? Было сделано другое исследование, там 52 больных с медианной длительностью терапии 11 месяцев завершили лечение, иммунотерапию при меланоме и потом наблюдали в среднем в течение 25 месяцев. Вероятность рецидива у них составила 25%. Что оказалось, что при мужском поле риск рецидива снижался по сравнению с женщинами, хотя мы знаем, что у женщин обычно лучше показатели выживаемости при меланоме. Возраст являлся тоже благоприятным фактором. Чем выше был возраст, тем ниже был риск рецидива. В данном исследовании оценивали по 10 лет шагами возраст. Что влияло на повышение риска примерно в 3 раза каждый фактор? Это уровень ЛДГ и наличие метастаза в головном мозге. Таким образом это нам дает какое-то основание для того, завершать или не завершать лечение у пациентов, основываясь уже на этих факторах. Причем уровень ЛДГ это не до начала лечения, это на момент принятия решения о завершении лечения. Что еще нам может помочь? Это другое уже исследование, тоже 2020 года. Авторы задались вопросом, какой же эффект будет после окончания лечения, как спрогнозировать эффект. И они как раз использовали циркулирующую опухолевую ДНК как фактор прогноза рецидива. 70 пациентов завершили лечение по поводу меланомы, иммунотерапии без прогрессирования процесса, в среднем получали год лечения. То есть это такая какая-то стабильная цифра средней длительности лечения у пациентов, завершивших терапию во всех практических исследованиях. 78% пациентов завершили лечение с полным регрессом. У 14 было прогрессирование процесса потом, и из этих 14, изначально, ну то есть изначальный эффект был участие, стабилизация процесса, и двое из трех сопрогрессировало. С полным регрессом запрогрессировало 9 из 61 пациента, и с частичным регрессом 2 из 6 пациентов. Что оказалось, что те пациенты, у которых на момент окончания лечения определялась опухолевая ДНК, у них были, в общем, весьма грустный прогноз по сравнению с пациентами, у которых не определялась на момент окончания лечения циркулирующая опухолевая ДНК. То есть это лабораторный тест, который достаточно хорошо позволяет дискриминировать пациентов, у которых все будет относительно хорошо, или у кого риск высокий, наверное, не стоит их останавливать лечение этих пациентов. Вот мы тоже пытались сделать систему прогноза на основании уже иммунологических параметров, и она включала не только пациентов с иммунотерапией, это были пациенты с таргетной терапией, с химиотерапией. То есть это система, которая пыталась прогнозировать, будет ли у пациента прогрессирование или нет. Оказалось, что если взять пациентов с достигнутым клиническим эффектом терапии, мы тоже на основании клинических иммунологических параметров можем сделать достаточно твердое предположение о том, выйдут ли они на плату. То есть пациенты, у которых риск прогрессирования минимальный, у них был выход на плату достаточно уверенный и медианы не достигнуты, или у кого будет рецидив все-таки даже при наличии эффекта или при завершении лечения. Поскольку эта система до какой-то степени позволяла подбирать терапию, можно было оценить вероятность эффекта на разных вариантах дальнейшей лечебной тактики. Оказалось, что у пациентов, у которых лечебная тактика не влияла на положительный результат, у них получилась очень хорошая медиана времени до прогрессирования. Если же лечебная тактика никак не влияла на высокий риск прогрессирования в данной конкретной ситуации, у них получились достаточно грустные результаты. То есть мы сравниваем медиану 2,25 месяцев, и это как на фоне терапии, так и после завершения лечения. Таким образом, подобные системы тоже могут использоваться в дальнейшем как некий инструмент для прогнозирования, кому мы можем завершить лечение, кому мы можем продолжить лечение. Таким образом, на сегодняшний день, что мы знаем относительно завершения иммунотерапии у пациентов с меланомой? Завершение терапии без прогрессирования не приводит к прекращению ответа у подавляющего большинства больных. Однако сроки прекращения на сегодняшний день остаются неизвестными. Ожидаемая длительность лечения явно должна быть больше 6 месяцев, но в среднем это 12 месяцев. Может быть больше, может быть меньше. Здесь разные данные расходятся. И, конечно, нам крайне необходим поиск подтвержденных и эффективных биомаркеров прекращения терапии для того, чтобы мы могли принимать обоснованные решения. Спасибо за внимание. Продолжение следует...